Зарплата еще недели, а все, что осталось от прежней горсткой мелочи, вашему окладу завидуют коллеги, но за год вам не удается скопить денег даже на летний отдых. Здравствуйте, с вами программа «Будь умнее». Сегодня поговорим о том, что такое семейный бюджет, как его спланировать и главное, как соблюдать, на чем можно сэкономить, а в чем отказывать себе, ну никак нельзя. Смотрим, записываем, пробуем. Сегодня у нас тема, которая будет называться «Планирование семейного и личного бюджета». Теперь этому учат даже в университетах, правда пока только на экономических факультетах, хотя грамотно тратить собственные доходы должен уметь каждый, у кого они есть. Где-то порядка 30-33% у нас уходит на питание. Прислушаемся к грамотным специалистам и попробуем рационально распорядиться зарплатой в 23 тысячи. Итак, обязательная трата номер один. Коммунальные платежи, свет, интернет, телефон и кредиты. Мы будем считать, что у нас их нет, потому отнимем от получки только 5 тысяч. Дальше интереснее. Экономисты советуют примерно 10% ежемесячно убирать в так называемые НЗ. Из них складывается подушка безопасности вашей семьи. Откладывать обязательно и не трогать эту сумму ни-ни. Подушка безопасности для семьи должна составлять не менее трехмесячного бюджета. Это означает, что мы три месяца сможем прожить без копейки поступления. В идеале это полгода. И еще 10% настоятельно рекомендуют тоже откладывать. Только в отличие от первой копилки эту можно и нужно вскрыть при необходимости. Вторая сумма это тогда, когда на какие-то покупки надо немного накопить. Ну, например, зимняя одежда, дорогостоящая обувь, поездка летом куда-то и так далее. Это, я как и называю, инвестиции ближайшего плана. Как быть с остатком? Вообще есть несколько схем. Мы рассмотрим самую простую – теорию четырех конвертов. Она идеально подходит для тех, кто только учится планировать и соблюдать собственный бюджет. Итак, оставшиеся от зарплаты делим на четыре равные части по числу недель в месяце. В данном случае получается чуть больше трех тысяч. Их нужно растянуть на неделю. Для точности посчитаем, какую сумму можно тратить ежедневно. У нас получилось 470 рублей. Однако прежде чем заняться планированием, попробуйте в течение месяца пристально понаблюдать за своими тратами. Записывайте, сколько уходит на транспорт, перекусы на работе, спорт, развлечения, телефон, интернет. Фиксируйте каждую покупку. Будь то жвачка, буханка хлеба или зимние сапоги. В конце месяца промониторьте записи. Поверьте, сразу станет понятно, какие статьи следует урезать и в чем можно себе безболезненно отказать. Я не призываю экономить на еде, поймите меня правильно, но тем не менее разумный подход к именно тратам на питание невозможный. На чем еще можно сэкономить? Я считаю, что можно сэкономить на пассивных развлечениях, но не на активных. Кстати, все эти расчеты могут упросить приложения для мобильного телефона. В сети их великое множество. Так что пробуйте и помните. Воздравление семейного бюджета – три основных шага. Планирование, соблюдение и еще раз соблюдение.